всем привет я конечно же как всегда вовремя и сегодня хочу вам рассказать о обновлении microsoft windows 10 которая вышла 20 октября 2020 года и нас интересует одно из обновлений версии 20 h2 windows 10 выход подобных обновлений еще с 2019 года происходит по следующему плану сначала крупное майское обновление и затем мелкое в октябре этот год не был исключением в мае вышло нас крупное обновление 20 h2 windows 10 ну а следом за ним октябрьская мелкая в основном релиз 20 октабо принес нам улучшение производительности кроме того релиз 20 h2 стал первой версии релиза с новым браузером microsoft edge и мы с вами рассмотрим видимые изменения в интерфейсе windows которых не так много во-первых изменился дизайн меню пуск и теперь списке программы можно наблюдать что убрали обрамление иконок и теперь они выглядят более элегантно а также изменили стиль иконок и стиль папок также справа на главном экране мы можем наблюдать изменения цветовых блоков быстрого доступа программ теперь они стали полупрозрачными и при применении темной или светлой темы выглядят более красивым и теперь на мой взгляд меню пуск стала менее нагроможденной и приятной следующее улучшение это персонализация панели задач в зависимости от включенных приложений. Актуально только для новых аккаунтов Microsoft. На старых все останется по-прежнему. Следующий пункт изменений это улучшение уведомлений. Теперь отображается иконка приложения для упрощения идентификации приложений пользователя. Также подверглась изменению страница о программе. Она стала более компактной, так как информация о безопасности Windows перенесена на отдельную страницу. И теперь мы можем полностью скопировать информацию о нашем устройстве в один клик буфер обмена. Следующий пункт это улучшение режима планшета. Устройство два в одном с сенсорным дисплеем, теперь при отключении клавиатуры автоматически переключаются в режим планшета. И в данном обновлении решена путаница с переключением у пользователей без сенсорного дисплея. То есть в настройках планшета мы можем выбрать подходящий для нас режим. Например, используют режим подходящий для устройства, что позволит нам автоматически переключаться на необходимую функцию при отключении клавиатуры. Следующее изменение это открытие вкладок Microsoft Edge через функциональные клавиши. То есть теперь открытые вкладки Microsoft Edge отображаются в панели открытых приложений Alt-Tab. И в панели управления во вкладке многозадачность мы можем настроить отображение. Либо же это будет пять последних вкладок Microsoft Edge, либо три. Либо же вовсе можно отключить. Это были самые видимые изменения в обновлении Microsoft Windows 10, которые вышли 20 октября 2020 года. Но если вдруг вам понравилось, как у меня оформлен рабочий стол, то в следующем ролике с удовольствием об этом расскажу. Просто напишите в комментариях, интересно ли вам это или нет. Ну и на этом все. Всего вам самого наилучшего. Как же круто выглядит меню пуск. Ни наляписто, ничего лишнего. В общем, кайф. Субтитры сделал DimaTorzok